всем привет продолжаем знакомиться спайта нам точнее не столько спайта нам ну как бы с ним тоже а с тем как легко или скажем так не слишком сложно создавать что-то наподобие простых игр и так прошлом урок у нас получилось сделали меню вот это меню есть он рисуется стрелочками можем выбирать но пока конечно же реакции еще нету потому что мы это не запрограммировали сегодня я добавлю эффект эффект огонь будет то есть я там по накачивал всякого всего вот короче вот такая пнгшки набор пнг шаг и будет вот такой огонь анимироваться напротив выбранного пункта меню могу сказать сразу что очень много времени ушло на поиск этих гифок на поиск картинок и т.д. и т.п. это такое благодарное дело что она от него наверное 70 процента времени от написания этого всего если не 80 вот поэтому конечно же то что я тут сделаю в серии этих уроков далеко будет не законченным но идею вы поймете и так что нужно сделать ну как я сказал возле пункта меню так вот тут с этой стороны будет такое такая анимация этого огня то есть гифка да там 60 кадров в гифке и она должна уложиться в две секунды то есть по 30 кадров в секунду и соответственно две секунды вся анимация будет проигрывать вот так что я для этого сделаю сейчас но как минимум у меня есть вот здесь эффекты и огонь и здесь шестьдесят пнг шик 60 картиночек дальше дальше создам я такой файлик назову его эффект эффект вот здесь будут всякие разные эффекты дальше импорт нём и game он нам точно нужен дальше импорт нём singletons потому что нам надо доступ к нашему экрану ну и собственно говоря начнем создавать создадим класс огонь и что здесь нового так как у нас это спрайты вот то лучше всего уже пронаследоваться от готового класса спрайт вот то есть скобочках мы указываем родителя нашего класса то есть у нас класс файл и мы наследуемся от класса спрайт чё это за класс спрайт что он умеет чё и как читайте справки чтобы не тратить на это время мне и так объявим конструктор в конструкторе конечно же нам надо координаты вот так вот про инициализируем координаты нулевыми иксом и игреком дальше дальше надо вызвать базовый класс то есть точнее конструктор нашего нашего базового класса делается это вот вот так то есть мы наследуемся от какого-то класса вот наш родитель и вызываем у него конструктор то есть языке си плюс плюс это автоматически происходит здесь же надо указать то есть явно вызвать конструктор базового класса дальше дальше нам надо набор имиджес вот это у нас будет набор как раз этих картиночек до пнг шик тут будет в этом контейнере мы загрузим их и здесь больше 60 штук дальше дальше нам надо переменную прайд каунт вот которая будет говорить нам о количестве всего кадров чтобы когда мы дойдем до последнего кадра мы опять начинали с самого первого дальше дальше нам надо завести такую переменную как имидж это у нас благодаря вот этой вот переменной мы собственно говоря будем и отрисовывать то есть это стандартная это переменная в наследнике есть по моему по моему было или нет короче не помню вот но имидж не они имиджес имидж имидж это текущий кадр то есть она в каждый момент времени будет содержать ту картинку которую надо отрисовать и с течением там стиками будет меняться меняться на одну из картинок которые будут находиться в этом контейнере то есть здесь будет 60 картинок дальше нам надо такую перемену как fps индекс это нам надо для того чтобы все 60 картиночек проигрывались и проигрывали за 2 секунды то есть можно конечно же сделать за одну секунду но тогда очень быстро будет идти эта анимация а я сделал так чтобы она шла за 2 секунды вы можете это потом поменять конечную же и сделать чтобы за одну секунду проигрывали все 60 картиночек вот это номер шага то есть ну пошагово будем рисовать так сказать да то есть один кадр нарисовали картинку следующий кадр следующую картинку и так далее дальше короче я все перечитать не буду я сейчас заведу переменные индекс резет value дальше 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 какую еще переменную сэлф позиция будет равна поздно то есть эта позиция откуда где будет рисоваться непосредственно анимации surface нам надо вот то есть непосредственно полотно на котором мы будем рисовать так get get instance и и get surface дальше нам надо функция которая загрузит все картиночки давать отсыпу rights вот и вот здесь укажем путь к нашим картинкам укажем путь к нашим картинкам ну я уже скопировал папочку вот ассеты в ассетах это эффекты короче сейчас есть прям сюда прям вот так вот и укажу ассет дальше дальше эффекты и непосредственно ой 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 что я сделал файл вот директория где хранятся наши картиночки до нашей анимации дальше заведем цикл и in range от 1 до 60 то есть сделаем такой цикл 60 итераций дальше что нам надо дальше дальше надо загрузить каждую картинку отдельно значит мы берем наш контейнер так как это список у него есть функция append и грузим картинку картинка грузим стандартным стандартными средствами библиотеки бегаем вот лот указываем дальше владе указываем путь это у нас под дальше преобразовываем наш индекс строку и добавляем . png соответственно вот здесь 60 итераций будет и на каждой итерации нас будет формироваться путь 0 1 2 3 4 5 6 и так далее . png собственно говоря мы формируем каждой картинке правильный путь есть это у нас идет загрузка наших картинок так давайте давайте я наверно вот здесь вызову эту функцию лод спрайты вот загрузим спрайты то есть конструкторе будет сразу проружены спрайты что нужно сделать еще нужно еще сделать функцию def update эта функция будет вызываться вот каждый раз когда нужно обновиться короче и в ней мы будем обновлять имидж имидж это текущий кадр текущая картинка ее мы будем вычислять вот так вот берем картиночки берем self . fps индекс и делим на self . сейчас это все поймете дальше что делаем дальше дальше мы увеличиваем номер кадр fps индекс плюс равно 1 потому что при каждом обновлении нам надо что сделать правильно взять следующую картинку то есть увеличить индекс и на на следующем кадре мы нарисуем новую картинку дальше нам нужно убедиться в том сделать точнее следующее нам надо чтобы наш fps индекс не вышел за край нашего такс списка знаешь мы будем проверять если fps индекс больше равно self индекс reset value то мы начинаем рисовать картиночку берем самую первую картинку то есть здесь идет 1 2 3 4 5 дает до 10 9 сброситься опять с 0 начнется теперь нам надо еще пообновлять вот такие вот перемен ты индекс reset value то есть я думаю вы уже догадались что это будет значение 60 например или там 30 или еще что-то вот но короче смотрите так так секунду давайте сейчас напишу функцию так так нужно нам обновить внутренние перемены апдейт индексы что мы здесь будем делать первое спрайт каунт спрайт каунт будет равен длине нашего списка self-images есть так дальше а картиночку вот это мы сразу то что мы будем рисовать сразу возьмем и самый первый элемент списка выставили дальше fps индекс индекс текущего ps то есть номер 0 дальше self step step это шаг на шаг будет равен чему 60 делим на self спрайт каунт в данном случае шагом у нас будет единичка то есть 60 и тут количество спрайтов 60 что такое 60 ну так как я уже принял что у нас количество кадров секунду 30 значит 60 этого на что ну 30 секунду а 60 это 2 секунды получается значит мы вычисляем здесь смещение так сказать степ да то есть на каждом апдейте мы будем брать этот шаг будем смотреть наш fps индекс но в данном случае не будет совпадать вот индекс 1 шаг 1 индекс 2 шаг там один будет данном случае 1 разделить на 11 2 разделить на 123 разделить на 13 и так далее и тому подобное если у нас было бы больше картиночек вот то а мы захотели бы их втулить в 2 секунды например было бы там 200 картиночек а нам надо было бы за 2 секунды эти 200 картиночек проиграть то соответственно было бы вычисление какие-то картинки конечно пропускались бы но шаг у нас был бы уже немного другой да там уже было бы ну ни один а шаг там например 005 или и еще сколько то вот но тут конечно можно чуть-чуть по-другому это все вычислить но я уже сделал так и индекс резет вене что такой индекс резет вене это мы получаем наши степ и умножаем на self пройдка смотрите в данной ситуации вот эти в принципе вычисления вообще не нужны были бы если бы у нас мы четко знали что вот у нас одна картинка то есть точнее на этот эффект состоит из 6 картинок это все можно было бы заранее вычислить и все но я отталкивался от того что возможно сам эффект будет состоять огня не из 60 картиночек из 30 или из 20 или там из 15 вот соответственно отталкиваясь от этого я и проводил эти вычисления конечно же здесь есть вот магические числа то есть надо четко указать сколько картинок раз это тоже магическое число его тоже надо вынести это у нас количество за какое количество кадров грубо говоря должно просчитаться но по факту как-то нам можно было бы указать что это все проиграть за 2 секунды они за 60 кадров потому что мы тоже знаем что за одну секунду 30 кадров а за 2 секунды 60 кадров здесь четко привязана подвязаны под 60 по 2 секунды давшись от кадров но если же наш fps и мы решим изменить вот то все вычисления пойдут чуть чуть не так для чего это сделал но сначала я отталкивался меня был один огонь там 30 кадров потом нашел другой огонь там 40 кадров или 45 в результате нашел огонь где 60 кадров и короче это пусть уже будет так как будет не думаю что что-то страшное ну тем я думаю вы уже увидели здесь какие-то косяки которые я вижу тоже но вы их исправите сами то есть изначально рассчитывалось что будет одна картинка потом другая картинка результате я просто наброски поделал и уже решил не переделывать вот так как я вам уже говорил что очень много времени там 70 или 80 процентов ушло тупо на поиск картинок на вырезание их и т.д. и т.п. так что еще функция для того чтобы можно было установить позицию и функция которая будет уже рисовать наши наши кадры для этого используем все face наш дальше функцию болит и в ней указываем текущую картинку и и указываем координаты где надо рисовать вот здесь в принципе а подождите апдейт индекс из надо где-то вызвать ну скорее всего надо после того как загрузятся наши спрайты вот вот здесь и вызовем функцию апдейт индекс из то есть мы загрузили спрайты мы имеем четкая уже заполненный список исходя из этого списка мы начинаем вычислять вычислять шаг вычислять индекс reset value вот то есть когда нужно обнулиться то есть у нас но в данном случае привязка такая то есть каждый кадр должен принципе проиграться соответственно было бы 120 кадров у нас было бы что у нас было бы у нас было бы шаг умножить на 120 хотя 120 давайте это было бы 05 в принципе да тоже и было бы да я думаю вы поняли о чем я сказал я сам не совсем понял короче я имел ввиду что здесь мы четко привязались к двум секундам вот и все мы могли бы здесь установить 30 тогда вот если поставим 30 тогда у нас каждый второй кадр будет пропускаться вот так вот такая вот загогулина короче класс фая готов принципе у нас должна рисоваться анимации что нужно сделать дальше нужно к нашему меню прикрутить значит прикручиваем импортируем наши эффекты есть теперь 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 куда-то его надо втулить это скорее всего вот этот класс класс меню и здесь у нас где-то будет 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 давать от конструкторе будет self и будет огонь фая равно равно чему эффект точка фая и сюда сюда передадим координаты передадим координаты такие давайте вот x y вот так как они у нас идут кортежем конструкторе то есть там нету отдельного вот какие позиции то что-то общее которое в себя включает x y возможно там z еще но это не точно теперь смотрите по центру экрана но нам не по центру на нам надо чуть чуть левее от нашего меню но я где-то примерно прикинул по иксу отступим минус 64 по игреку минус 10 чтобы более-менее было красиво есть создали объект огонь теперь его надо где-то рисовать а рисовать мы его будет так давайте сначала функцию еще дэв апдейт апдейт это то о чем я говорил сейчас чаще сейчас апдейт это то о чем я говорила получение данных обработка отрисовка вот как раз в обработке грубо говоря будем вызывать апдейт для чего нужен этот апдейт ну чтобы обновились индексы чтобы сменилась просто картиночка так так а в отрисовке мы четко делаем отрисовку можно было бы конечно и вдруг это делает но это чуть-чуть неправильно вот теперь нам нужно где-то где-то вызывать функцию апдейт так так сейчас мы вызовем где наше меню ой функция мы не рассмотрите меню draw так так давайте вот так вот я дают бедру до роу пол draw короче или draw screen вот здесь вызовем апдейт так как у нас есть эффекты то первым делом мы получаем данные и прокидываем их в меню дальше обрабатываем эти данные дальше перерисовываем экран то здесь дальше будет идти отрисовки меню например игры и т.д. и т.п. есть вроде все давай попробую запустить как вы видите как вы видите что-то пошло не так и у нас все отломалось а что у нас могло отломаться а я понял а надо было еще где-то 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 при смещении нашего меню надо было еще сдвигать наше меню это раз и плюс вот как вы видите мы вышли за пределы нашего списка но я думаю вышли за приделаем это ничего страшно сейчас поправим так 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 фая давайте это мы вниз сдвигаемся так значит нам надо y минус 10 и на y сместиться плюс 60 и 60 умножаем на текущий индекс вот вот так а здесь а здесь нам надо а ну здесь то же самое да точно точно так же у нас меняется current current индекс когда мы передвигаемся перемещаемся по элементам меню так так соответственно здесь делаем как вы видите копипастику вот то есть мы мы так давайте посмотрим что произошло 26 линия что-то тут не так апдейт происходит и у нас мы почему-то вышли за пределы так fps индекс делим на степ тут плюс один больше равно а блин я тут забыл нолик вот потому что мы вышли за пределы и получается fps индекс ничему не был равен и и понеслась все все то есть так менюшку еще смотрим менюшке все норм вниз двигаем вверх двигаем без разницы в принципе в принципе это можно было бы даже 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 не что-то я тут что-то я тут натупил с от поздно до сет позиции зачем я создаю новые объекта вот так вот сет позиции да то есть что то но это копипаст вот вот так вот устанавливаем позиции в принципе можно это даже вынести вообще вот сюда но зачем меняем позиции только тогда когда она действительно меняется вот давайте попробуем еще раз запустить ну как видите все работает четко и без проблем то есть что мы сегодня сделали добавили эффект огня эффект огня у нас состоит из просто из набора картиночек которых я который я вырезал это png-шки это анимация да неразбериха есть небольшая вот здесь но если присмотреться никакой неразберихи нету более того здесь это все можно упростить можно нужно просто подумать на тему как сделать какую-то такую универсальность небольшую чтобы отталкиваться не от количества кадров от секунд либо же как-то это вычислять либо просто не париться и делать вот вот так ну давайте давайте а если поставим 30 что будет наверное что-то будет не очень хороший да потому что упали разделили на ноль и короче не лезу я сюда вот это делалось если честно уже месяца два назад и делал наброски вот очень много времени тупо ушло на поиск картиночек так давайте еще раз пробежимся огонь класс наследуется от спрайта что такое спрайты но класс спрайт и с какими функциями он обладает свойствами методами т.д. почитайте в справке дальше грузим картинки 60 штук обновляем индексы в индексах мы определяем количество спрайтов выставляем текущую картинку количество ну текущий индекс кадра потому что например можно сразу выставить 15 15 и что мы увидим она сразу с 15 кадр начнет рисоваться для чего это можно выставлять можно создать несколько объектов огня несколько объектов огня несколько тут 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 к примеру и и чтобы не было знаете когда вы видите на картиночке они все одинаково синхронно перерисовываются то каждый объект на будет начинаться со своего индекса и будет красивее чем чем если бы они все стартовали с одного и того же индекса вот я думаю вы поняли идею да эта попытка привязаться конкретно к двум секундам вот здесь вычисление точно неправильное я вижу где но хочу чтобы вы нашли тоже теперь смотрите в следующем уроке что мы сделаем сделаем обработку будем нажимать кнопки enter и переходить уже в какой-то режим данном случае скорее всего просто я сделаю play вот наброски есть но там еще толком ничего не делал вот но я сделаю play нарисуем там что-нибудь какие-то платформы и какого-то героя героя я уже выкачал выкачал есть у меня вот он адвентура вот сделаю бег стояние и падение и все больше делать ничего не буду что вот это это не используется это я удалю короче на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока